В начале оперативного совещания глава выразил благодарность за участие в субботнике. Впереди предстоят еще две уборки города. Продолжается у нас в городе очереда субботников. 6 апреля прошел очередной городской субботник. Так, отражаю благодарность всем участникам, кто наводил порядок, кто после субботника выбирал последствия, мусор, ветки и прочее, Александру Анатольевичу Матюшину, Николаю Юрьевичу Казакову. У нас с вами еще два субботника впереди, 13 апреля и 20-го областной большой субботник. Попрошу Надежду Сергеевну тогда отправить приглашение на субботник всем городским предприятиям, всем службам, что мы 20-го участвовали. Ну и нам с вами нужно определиться над центральной площадкой, на которой будем все собираться. В компании ТСК «Мусэнерго» ликвидировали засоры. На этой неделе планируется устранение утечки на улице Крыжиновского. За предыдущую неделю предприятие работало в штатном режиме, уборка территорий, объектов и сетей от мусора. За предыдущую неделю произвели две восстановительные работы с централизованным утоплением. Постранено семь засоров, восстановились два колодца. На текущую неделю запланирована работа по устранению утечки между вторым и третьим домом Крыжиновского. Работа по благоустройству, уборка территорий, объектов и сетей от мусора. Представитель компании «Иленком» рассказал о двух отключениях, которые оперативно устранили. Также приступили к покраске бордюра, продолжали уборку мусора. Из отключений, были два небольших отключений, они все устранены. Подрядная организация «Юг-Север» занимается обслуживанием. В рабочем графике также участвуют в субботнике, по вывозу мусора, после сбора. Также начали окраску бордюра проводить и уборка тоже от мусора при домовых территориях. Так, в принципе, все. Глава поручил организовать работу по вывозу автомобильных покрышек, покрасить стеллу при въезде в город и благоустроить ее территорию. Александр Анатольевич, обратите внимание, мы с вами договаривались на этой неделе, нам обязательно въездную стеллу или конкурсную. Да, сегодня начнем. Привести в порядок. Попрошу также проехать, посмотреть состояние контрольных площадок. Все растаяло. И плюс у нас опять Сергей Евгеньевич, начало появляться много резины на контрольных площадках. Эта резина нужно в это место, сработает пункт приема. То есть, Александр Анатольевич, надо всю резину собирать и... Да, у нас есть номер, с кем связываться по вывозу резины. Мы звоним, они приходят и... Ну, сами знаете, традиционно это у нас Классона, Некрасова, там, где ближе к ДСК, то есть там ее вполне много. И по бордюрам, по краскам, да, видели, работа началась, даже сегодня утром эту работу увидел во дворах. Александр Анатольевич, и обратите внимание на ямочный ремонт во дворах. Я знаю, что вы провели обследование между двором и территорией, у вас есть реестр. Вам необходимо договариваться с асфальтобетонным заводом, как только начнет работать, сразу заказывать объем и приступать к этой работе. Ну, вы, в принципе, всю технологию знаете, еще новую я вам не сказал. 610 человек обратились за разъяснениями по квитанциям в МОСОБЛ ЕРЦ. С апреля в единый платежный документ будут добавлены новые строки. В апреле месяце в единый платежный документ будет включена условно-докуманная строковая, которая не является обязательной. И с мая месяца планируется включение в ИПД строки или премьер. Все сразу будет, да, одной строкой? Да. То есть одной квитанцией? Одной квитанцией. В компании МОСОБЛ ЭНЕРГО занимались уборкой, опиловкой деревьев вдоль воздушной линии электропередач. На прошлой неделе занимались уборкой прибирающей территории, ревизией подстанции 334-й, опиловкой воздушной линии 0,4 кВт по улице Ленина и нанесением диспетчерских номинований. Все? Хорошо. Игорь Геннадьевич, тоже прошу вас обратить внимание, проехать трансформаторные подстанции, посмотреть на наличие мусора и уборки. Вот мы проходили на объезде трансформаторной подстанции, уже номер забыл, рядом с Домом культуры. 301-я, да. Там и закуток есть такой, ну и... Я понял, понял. Ну и рядом по сону 343-й, 31-й подстанции. Да, проехайте, пожалуйста, все посмотрите, какое там состояние. В МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» основной упор на уборку смета, опиловку и вывоз веток. Мы принимали участие в свободнике. Посреди мы убираем смет, даже выходные, опиловка, веток, вывоз их же. Все остальное в рабочем порядке. Глава дал ряд поручений. У вас хотел попросить ускорить работу по проведению тротуаров и дорог в летнее состояние после зимней уборки. В частности, тротуар Кухтонского 17, который идет от лицея Кухтонской 17, одна сплошная песочница, даже асфальтового покрытия не видно. Тротуар на Классона такой же. Парковка у больницы, даже разметки не видно. Вот вчера проехал, вчера ни одной машины не было, а вся парковка, вся территория. У нас сплошная песочница и мусора много. Ну, вам нужно проехать, посмотреть, вы все свои места знаете. Да, мы знаем. Пройти щетками все тротуары, соответственно, уборка дорожного смета, покраска бордюров и готовиться к покраске опор уличного освещения. В Сахару производили уборку территории, провели весенний осмотр многоквартирных домов, отремонтировали ограждения. На прошлой неделе проводили уборку своих дворовых территорий после таяния снега, участвовали в субботнике, провели весенний осмотр МКД с занесением на сайт АИС и, соответственно, план работы на весенний и летний период, чтобы все это сделать. Отремонтировали ограждение, которое было порушено, ну, тракт подъем очистки и динамика, поэтому установили это ограждение, поборили все, сделали подкрасим на эту неделю. МОСАВТОДОР завершил уборку прибордюрной части на закрепленной территории. На прошедшей неделе мы завершили уборку прибордюрной части вручную, покраску бордового камня на посадочных площадках, продолжаем очистку тротуара механизированно, сборку на посадочных площадках. О работе городской бани рассказал руководитель предприятия МУП «Порядок». На прошедшей неделе работали с штатным бюджетом, занимались ежедневно уборкой территории, так подожали, выполняли пожелания по городской бани, в том числе были установлены скамерки университет. Сколько человек в бане посетил? 289. Хорошо, у вас есть? Виктор Андреевич, то, что в субботу с вами были, наведение порядка и выходостоянка. Для этого мы будем сегодня, потому что вчера был важный праздник, и в сегодняшний год есть договоренность, и будем сегодня поздравить вас. Спасибо. Ритуал осуществлял работу с обращениями граждан. Многофункциональным центром «Мои документы» за минувшую неделю было оказано 860 услуг. В учреждении закупили краску для покраски малых форм. В единую диспетчерскую службу поступил 191 вызов. О работе городской больницы информацию озвучил главный врач. Доброе утро. Все проводится 127 пациентов. 67, 22 ученика, 60 дневных. За выходные обратилось 36 человек. Также на прошлый день приняли участие в городском субботнике. В субботу. В 5 апреля приняли участие совместно с инвесторами в коллегии Минздрава Московской области. Также 5 числа доктора посещали конференции, посвященные всем людям здоровья. Также 5 числа была рабочая группа в Министерстве за руководством по поводу тяжелого оборудования. И 04 апреля мы также посещали семинар для врачей, который был основан на базе ЦРБ Балаш. Хорошо. А что у вас с субсидией на приобретение мебели и легкого оборудования относительно к ЦРБ? Также в пятницу вопрос поднимал. Сегодня во второй плане я планирую быть в Минздраве. Этот вопрос также буду выяснять вам вложу в рабочем порядке. Хорошо. Люди утром на контроле. Хорошо. Представитель территориального отдела Роспотребнадзора рассказала о санитарной и эпидемиологической обстановке в городе. За неделю в Электрогорске зарегистрировано 135 случаев заболевания респираторно-вирусными инфекциями, что на 19% ниже, чем на прошлой неделе. 74 случаев заболевания у детей на 28% ниже и на 54 случаев заболевания у организованных детей респираторно-вирусных, что на 23% ниже, чем на предыдущей неделе. Эпидемический порог не превышен. Острых кишечных инфекций три случая. Один случай в лицее, один случай в детском саду в 43-м и один случай у неорганизованного ребенка. Поэтому вот сейчас что-то сказать в отношении ситуации с лицеем, которая усиленно муссируется в соцсетях, и у меня нет оснований. Два ребенка поступили из лицея в инфекционное отделение Павловского посада. Одному ребенку диагноз был официально снял, кишечная инфекция, респираторно-вирусная инфекция, и гастрит был поставлен. Второй ребенок лежит с острой кишечной инфекцией. И вот 43-го детского сада, это ребенок уже после поступил, пока лабораторные исследования не готовы, и оснований что-то комментировать Роспотребнадзора нет. Почему? Потому что у всех отсутствующих детей, которые на сегодняшний день остались дома, первоначально нам была дана одна цифра, потом бригады, было сформировано две бригады, которые провели патронаж, объездили всех детей. Только 10 родителей дали добро на то, чтобы обследовать их детей. То есть мы обследовали их бактериологически, только двое родителей привезли на следующий день, потому что это должен быть нативный кал. Двое родителей привезли материал от детей, которые остались дома. У этих детей был или однократный жидкий стул, или однократная рвота, что в принципе вписывается и в клинику респираторной вирусных инфекций, потому что сейчас на сегодняшний день такая масса респираторной вирусных инфекций, что однозначно сказать, что это или кишечная инфекция, или это рина, или еще какая-то инфекция, мы не можем. Ждем лабораторных исследований. В плане расследования одного случая кишечной инфекции, хотя по санитарным правилам мы выходим, когда уже больше трех случаев, мы провели обследование сотрудников пищеблока, взяли смывы на пищеблоке, провели, сейчас проводится, идет исследование воды. Провели проверку санитарного состояния лицея. Но и пока на сегодняшний день мы официально ничего сказать не можем. Единственное, если у нас болеют дети, конечно, родители должны обращаться за медицинской помощью. За медицинской помощью обратились единицы, которым, как я уже сказала, или респираторной вирусной инфекции поставлены, и только вот одному ребенку острая кишечная инфекция дана официально. Такой вот диагноз. Я еще раз хочу обратить внимание родителей. Респираторно-вирусные инфекции, они встречаются и регистрируются, как у детей, так и у взрослых, в течение всего года. Их масса. При респираторно-вирусных инфекциях рота, понос бывает редко, единичные случаи. При кишечной инфекции, это очень редко бывает, однократно все-таки должна быть клиника кишечной инфекции. Температурная реакция, катаральные явления могут быть. Но профилактика кишечной инфекции и респираторно-вирусная инфекция, она прежде всего сводится к соблюдению, неукоснительному соблюдению правил личной гигиены. И если родители будут все, так сказать, спихивать на школу, извините за такое выражение, но это в корне неправильно. Нужно культуру детям прививать не только в школе, но и дома. Руки мыть после туалета, перед приемом пищи. Как вот однозначно в каждой семье, у каждого человека должно быть свое личное полотенце. Если у вас этого полотенца, у каждого нет, вот я вам даю, ну сразу даю гарантию, что если кто-то заболевает респираторно-вирусной инфекцией, то в семье обязательно заболевают ее остальные члены. Поэтому, если появился больной респираторно-вирусной инфекцией, изоляция, отдельная ложка, кружка, никакого там питья из одного стакана не должно быть. Все должно быть отдельное. Дезрежим должен соблюдаться, потому что, ну такие сейчас вот агрессивные и вирусные инфекции, и бактериальные инфекции. И опять же, если мы имели ситуацию повышенной заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями в лице, это что значит? О чем говорит? Это говорит о том, что какой-то родитель пустил своего больного ребенка в школу, который не соблюдал правила личной гигиены. Это вот точно однозначно, если у нас заболели. Вот на сегодняшний день 2-3 человека в классе отсутствуют по причине вирусной инфекции. Максимум 4, что вписываются в картину сезонной заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями. Это вот все то, что я на сегодняшний день пока могу сказать, пока у нас не готовы лабораторные исследования. Поэтому я еще раз обращаюсь к родителям. Заболел у вас ребенок? Пожалуйста, не ведите его в школу. Вот сейчас вот первоначально, вот по предварительным данным, мы уже можем пока с большой вероятностью сказать, что пищеблок здесь ни при чем, а при чем здесь именно соблюдение правил личной гигиены. Еще раз обращаю внимание, ответственность родителей за здоровье своих детей, не только школы, но и родителей. Если вы своего ребенка пустили в школу и вот заболели другие дети в классе, те же 3-4, это вот в основном все идет из-за того, что появился один больной в этом коллективе. Ну а то, что вот у нас такие цифры, это говорит о том, что если идет повышенная заболеваемость в Электрогорске, пожалуйста, обращайтесь к врачу. Вот я могу оперировать только официальными данными, но никак не слухами. А по официальным данным у меня на 19% идет снижение заболеваемости по всему населению и на 23% среди организованных детей. Вот это все, что я могу на сегодняшний день сказать. Лечение должно быть обязательно согласовано с врачами. Если вы оставили больного ребенка дома и не обратились к врачу, это же, опять же, это идет неправильное лечение. Поэтому все должно быть официально. Так, из других инфекций у нас три случая пневмонии. Одна у ребенка не организована, все, больше никаких экстренных извещений в адрес Роспотребнадзора не поступало. О дальнейших исследованиях я вам сообщу в следующий раз, но пока у нас никаких данных нет. Наступает период присасывания клещей. В связи с этим нужно быть бдительными. И хочу обратить внимание на то, что у нас наступает сезон клещей. Со второй половины апреля по октябрь, начало ноября у нас идет присасывание клещей. Поэтому главный государственный санитарный врач по Московской области обратился ко всем главам муниципальных образований. А наше муниципальное образование Палпасадское и городского округа Электрогорск, они входят в пятерку тех образований, где по итогам 2018 года зарегистрировано наибольшее количество случаев присасывания клещей. Может быть, потому что у нас дачников много, может быть, потому что у нас лесополоса здесь рядом, и многие посещают лес. Но вот по статистике больше всего все-таки присасывание 41% происходит в лесопарковой зоне. 40% это дачные поселки, парки, городские сквиры 11%. Но несмотря на то, что у нас такое большое количество случаев присасывания клещей, у нас заболеваемость клещевым боролиозом, мы не входим в пятерку тех, у кого самая большая заболеваемость. То есть я могу трактовать вот эти данные, что большая обращаемость. Может быть, наши граждане все-таки так хорошо информированы о том, что нужно обращаться по поводу случаев присасывания и снимать клещей в условиях медицинских учреждений, и получать превентивную терапию. Мы по этому поводу очень много делаем. Поэтому, может быть, мы так можем объяснить эту ситуацию. Поэтому в преддверии заболеваемости тех заболеваний, которые передаются клещами, просьба предусмотреть в городском бюджете средства для обработки всех парков. Мы уже говорили на тему, что у нас все лагеря с дневным пребыванием обязательно должны быть обработаны с учетом климатических условий. Если дожди идут, это у нас мы все обговаривали на Координационном совете. Поэтому просьба предусмотреть средства на исследование клещей, потому что у больницы должен быть договор с аккредитованной организацией на исследование клещей. Транспорт здесь предусмотреть все и средства на обработку. Еще раз обращаю внимание, что если у нас пойдут эти случаи присасывания клещей, клещевой бролиоз, эрлихиоз и мононуклеоз, это все то, что у нас регистрируется в нашей зоне. Клещевой энцефалит не эндемичное заболевание для нашей зоны. Это очень страшное заболевание, при котором очень большая смертность, клещевой энцефалит. И лица, которые выезжают в эндемичные по этим заболеваниям, то есть эндемичные зоны, где типичная заболеваемость клещевым энцефалитом, им необходимо делать прививки. И прививки эти делаются неоднократно. Поэтому, пожалуйста, многие в Карелию ездят, и в Ивановскую область, там очень часто встречается это заболевание. И ситуация серьезная с клещевым энцефалитом. Раньше там проводились барьерные обработки, сейчас это не проводится. Поэтому, пожалуйста, сделайте прививки. Сезонные рабочие, те, кто вахтовым способом ездит, пожалуйста, обращайтесь в медицинские учреждения за прививками. У меня все, спасибо. Спасибо, Ирина Анатольевна. У нас денежные средства предусмотрены, и в планах есть обработка летней лагерной компании всех учреждений. И также нашего городского парка. Мы делаем традиционно каждый год. Хочу добавить ситуацию по лицеи. Вот сегодня, по информации, которую предоставил директор лицея, практически все обучающиеся приступили к занятиям. И в среднем два человека по классам отсутствующих. Поэтому ситуацию держим под контролем, но ситуация сейчас на поле. О достижениях электрогорцев в области науки и спорта рассказал начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики. Доброе утро. Доброе утро. 7 апреля в Люберцах спортивной группы «Провестник Дома молодежи» принял участие в чемпионате Московской области по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Каханов Егор стал чемпионом Московской области по тяжелой атлетике весовой категории 96 кг. 6 апреля в Кетраборске состоялся турнир по гребе римской борьбы. В антизаслуживала тренера России Альберта Михайловича Исаева. 7 апреля в спортивном комплексе «Солк» состоялся первый матч чемпиона Ногильской рейки по баскетболу. Спортивная школа «Вэнбел» в Электраборске выиграла команду «Знамя на агент» со счетом 53-51. Совет по организации летнего оздоровительного комплекса «Семинар-конкурс. Начни свой бизнес». О работе образовательных учреждений рассказала начальник управления развитием отрасли и социальной сферы. 2 апреля состоялся коррекционный совет по организации летнего оздоровительного компания на территории городского округа «Электраборск» в 2019 году. 2 апреля на базе модулы номер 39 «Светлячок» состоялся семинар-практикум для руководителей дошкольных образовательных организаций и воспитателей на тему STEM-образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 3 апреля обучающиеся МОЭЛ-лицей приняли участие в открытии 4-го слета детских общественных советов приуполномоченных по правам ребенка в Центральном федеральном округе. Делегацию лицея возглавлял Грязнов Павел Олегович. 4 апреля в Доме культуры состоялась встреча старшеклассников школ города с предпринимателями города в рамках конкурса «Начни свой бизнес». С 1 по 6 апреля учитель МОЭЛ-лицей Аверина Юлия Юрьевна приняла участие в областном этапе конкурса «Педагог года». И с 6-го приняли все подведомственные учреждения участие в субботнике. В техникуме прошел мастер-класс по парикмахерскому делу. В отделе социальной защиты идет начисление компенсационных выплат. Подробнее рассказали про меры соцподдержки за тариф по мусору. 2056. Мер социальной поддержки мы воплачиваем в автоматическом режиме. Все может быть, но мы максимально пытаемся отрабатывать списки, чтобы у нас все прошло хорошо. Текущая работа – работа с обращением граждан. Дальше на прием, дальше в коллективах приняли участие в субботнике. В отделе опеки осуществляли работу с обращениями граждан. Выход в семьи. На прошедшей неделе отделы работы в штатном режиме принимали работу с обращениями граждан. Выходили в семьи, состоящие на учете в отделе опеки. Также на прошедшей неделе приняли участие в Коэриционном совете по летней отправительной кампании 2012 года. По поручению Госадмотехнадзора в надлежащий вид было проведено 7 объектов. Выдано 6 предписаний. Также сотрудники провели рейд по осмотру детских площадок. В результате принятых сотрудникам отдела МИР на прошедшей неделе в городском округе приведены надлежащие виды в семь территорий и фасадов зданий торговых объектов, в частности по Горького 3Б, Безымянная 9, Советская 1А, в том числе Советская 5А. Восстановлена изоляция двух участков линии теплотрассы. Совместно с торгово-промышленной палатой, в частности, он рейд по осмотру объектов торговли. Выдано 6 предписаний по устранению нарушений содержания внешнего вида зданий, прилегающих к территории. Также проведен рейд по осмотру детских коровых площадок. Состояние осмотренных площадок оцениваем как хорошее. Есть некоторые замечания, которые будут направлены ответственным лицам для устранения. Спасибо. О работе автостанции рассказал руководитель. Всем доброе утро. Доброе. На прошедшей неделе станция работала в штатном режиме, ежедневно занималась субаркой территории, работала с обращениями граждан. Также хотелось бы предупредить людей города о том, что на прошлой неделе здание автостанции был демонтирован на команд Банк Возрождения, потому что много людей приходило на входных. Вот его там большие были. А сели чем демонтировали? Ну, это решение Банка Возрождения, как-то не рентабельно. Они его убрали, да? Да. Понятно. Мы договаривались с 1 апреля, а вот Александр Анатольевич нам ежедневно отчитывается о том, как проводятся уборки в подъездах. И Лариса Сергеевна там информацию тоже частично управляет. Вы на территории вокзала внутри по самым помещениям автостанции навели порядок или еще? Да, ежедневно вводим, и когда вы говорите, то мы вводим порядок. Генеральная уборка? Да, да. Хорошо. Тогда обращаюсь к Ларису Сергеевну. Нужно уделить этому особое внимание, проехать и посмотреть состояние сетевых магазинов. Посмотрите, какая ситуация у нас на рынке, Виктор Анатольевич. Вот. И все магазины, индивидуальные предприятия по списку. Нужно посмотреть, как ведется эта работа. Начальник военно-учетного стола озвучил итоги первой призывной комиссии, которая состоялась 5 апреля. В первую призывную комиссию было представлено 19 призывников и приборцев. По решению призывной комиссии, 5 призывников получили от срочку, 6 человек отправлены на доп. обследование по медпоказаниям, и 8 призывников решением призывной комиссии и 3 призывных. Вот признаны годами для прохождения службы в правом и селе. У нас план с вами 20, 8 уже на первой комиссии. На этом оперативное совещание было завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова